Ко мне обратились ребята, говорят о том, что вот кофикс это крутая тема, в Израиле она круто стреляет, в Москве тоже она будет там отлично как бы продаваться и отлично как бы двигаться. Давайте типа то делаем то же самое, типа там фикс прайс кофе и так далее, и это будет очень круто. Но понимаете, есть обратная сторона медали. Если ваш средний чек там например 50 рублей или 100 рублей, то вам нужен где-то 1600 человек или там вам нужен 2000 человек в день проходимости или за сутки. А таких мест совсем немного в Москве, Москве является мегаполисом. В вокзале это прибыльно, каких-то например где большое скопление людей вы моете бешеный трафик, это прибыльно. Ну просто у метро это не прибыльно. И в это надо направление вкладываться, 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 вкладываться. И этот тренд должен как бы вырасти. Но пока столько покупателей нету в этих трендах. При мне три такие организации закрылись. Три. В одним было там 10, в другом было 4 и так далее. Потому что тупо не хватает количества трафика. Понимаете? Продукт нормальный, хороший, вкусный и так далее. Продажи, маркетинг и так далее. Просто людей не хватает таким как бы количеством. Поэтому когда вы хотите сделать какой-то проект, вы смотрите не только например то, что вам нравится, только привлекательно, это круто, как бы это и так далее. Вы смотрите по этому среднему чеку фактическому. Можете ли вы найти в своем районе или там, где вы хотите открыть такое количество покупателей? Я рекомендую новичкам не гоняться за трендами. Почему? Потому что этот тренд это такая вещь, когда туда будут заходить именитые рестораторы. Мы говорим, вот например, паназиатская кухня, она там начинает развиваться, это паназиатскую кухню начинают продавать именитые рестораторы. И грубо говоря, она начинает как бы расти. Но если у вас выше среднего класса, я согласен, это надо делать. А если вы делаете средний уровень ресторана или ниже среднего, но паназиатская тема должна быть каким-то дополнительным к известной кухне. Например, итальянской или, например, японской. То есть вы должны понимать, что паназиатская не может быть основным направлением, потому что это очень опасно. Посмотрите, я хожу, смотрю проект в Шикаре, это Эль Патио, Планета Суши. Не выжил. То есть она во многих местах в минусе. И есть, вот было других проектов, которые по Москве открывали. По-моему, Зю, Кафе тоже не выжил. Тоже было паназиатской темой. Посмотрите, что происходит, например, какими-то веткафе и количество, сколько они закрываются. Когда новички начинают, получается так, что новички пока не умеют работать с длинными деньгами. Рестораторы опытные, они умеют работать с длинными деньгами. Образно, они открыли там 30 ресторанов, но закрыли 5. Это не купительно. Они понимают, что там где-то пойдет, где-то не пойдет. Они будут показывать, где у них там идет. И, соответственно, где у них там не идет, конечно, они не будут показывать. И вы смотрите, приходите туда, где вообще как бы очень круто идет. И начинаете. Я делаю один, и у меня тоже как бы пойдет. И при этом вы новичок, у вас нет опыта. Вот представьте себе, человек, там есть проект, который там 35 штук открыли. 18 из них закрылся, остался 17. Это в течение там двух лет. А потом, после пандемии, остался около 10. Представьте себе, для новичка, грубо говоря, насколько это рисковая тема, когда он один проект открывает, и он находится, например, ну какой процент того, что это будет успешным, если человек, который открыл 30 ресторанов, не смог его удержать. Также, какая тема после пандемии. После пандемии понятно то, что люди, которые даже не умели пользоваться смартфонами, они уже научились. Все пользуются планшетами. Развивается доставка. Но я вам скажу то, что про доставку говорят все. Но всегда помните, какой бы вы проект ни делали, у вас должно быть все каналы продаж. Например, вы продаете в зале. При этом зал должен быть небольшим. Если вы новичок, не делайте большой зал. Сначала попробуйте себя на до 100 квадратных метров. Второе. У вас должны быть все каналы продаж. Убедитесь, что у вас есть возможность продавать в зале. Причем зал должен быть небольшим, до 100 квадратных метров, если вы новичок. Второе. У вас должно быть доставка. Третье. У вас должно быть взять с собой. Четвертое. И если есть возможность, если вы новое заведение открываете, делайте драйв-тру. Потому что пандемия показала. В Макдональдсе стояли такие автомобили. И до сих пор стоят такие автомобили. Мерседесы, Роллс-Ройсы даже. Порше, Рейндж-Ровер, куча дорогих даже машин стоят в Рейндж-Ровере. Потому что на сегодняшний день я вообще хочу обратить ваше внимание. Обратите очень пристальное внимание на драйв-тру. Это типа МакАвто, это Кинг-Авто. Потому что, например, все люди торопятся. Ты выезжаешь на машину рано утром. Тебе надо позавтракать, быстро попить кофе. Или там, например, покушать. Или перекусить что-то типа. Ну, был бы я рад, был бы, если, например, я заехал бы, взял бы шаурму и так далее. Я бы не заезжал ни в Макдональдс, ни в Бургер Кинг. Я бы на шаурму заехал. Или какой-нибудь, я не знаю, блинчики купить, сырники. Я вот прям заехал, как в Макдональдсе, купить бы повседневную свою еду. Например, кашку бы купил утром, потом в обед бы заехал. Потому что чаще всего бывает так, что ты выехал куда-то, понимаешь, что у тебя нет времени заехать куда-то покушать. И в этот момент единственный драйв-тру куда-то можешь заехать. Или в Макдональдс, или в Бургер Кинг. Обратите внимание, что делают гиганты. У них работают профессиональные люди. У них работает огромное количество людей, как бы айтишников. Если вы сделаете драйв-тру или по-простому это автокафе, то это будет мега популярным в будущем. И все больше и больше будет открываться вот таких вот заведений, где, например, в машины заехал, взял вкусно и уехал. Потому что время постоянно дорожает. Для того, чтобы понять свою нишу, я вам хочу посоветовать, оцифруйте то, что вы делаете, то, что делают ваши знакомые, ваше, например, окружение. И соедините это, сделай, улучшите. Почему я запустил проект Узбекери? Потому что я понимаю о том, что... Вот я сейчас вам покажу. Здесь она есть с посадочными местами, она есть в фудкорте, она есть там, где есть просто остановки. Потому что в остановках тоже, там, у остановки люди могут остановиться, в автомобилях тоже и быстро купить. И она находится перед спальными домами. Есть фудтраки, да, и есть еще драйв-тру. Покажу, как выглядит, например, там, драйв-тру, когда заезжает и выезжает автомобиль, как бы забирать едой. Потому что я хочу продавать, например, салаты, да, например, там, то, что продаются огурцы, помидоры, там, вообще салаты, то, что вы, там, привыкли кушать в Чехане, больше всего, что продается. И это будет в драйв-тру. Это будет здоровое питание на автокафе, когда вы можете хотите сырники, блинчики, кашки, да. Я понимаю о том, что столько, как бы, таких людей, которые бы с удовольствием бы ехали бы в автомобиле и кушали бы нормальное, как бы, питание, да. Мне, например, запретили питаться бургерами. Ну, потому что, во-первых, там, после того, как ты покушал бургер, такой тяжесть ощущаешь, потом мозг не работает, и тебе очень тяжело дальше это делать, ты уже работать не хочешь, снижает работоспособность. И я бы с удовольствием заехал, где бы быстро бы обслуживают. И я понимаю то, что я этим сталкиваюсь раз, два, три, блин, надо это создавать, создавать, создавать. Времени нет, но я все равно решил это сделать или запустить. Я надеюсь, вы получили в этом ролике важную информацию, которая хотя бы заставит вас задуматься и выбирать правильные тренды, правильные лиши и делать вкусные рестораны, где будут забиты гостям. Всего вам хорошего. С вами был Айбек Иксо.